Значит, у президента Зеленского состоялся телефонный разговор с его коллегой, президентом США, Джозефом Байденом. По итогам этого разговора президент Украины опубликовал следующее видео и заявил следующее. Значит, уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать, сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой, это будет очень важный саммит, будут новости, заявил президент. На какие новости нам следует рассчитывать? Действительно ли американцы могут предоставить ракеты большой дальности? Давайте для начала отметим следующий факт. Как это не цинично прозвучит, особенно для тех людей, кто потерял своих близких, или тех, кто сейчас сидит без света и воды в бомбоубежищах или в небоскребах в ваших крупных городах. Но этот чудовищный военный конфликт, в который ваша страна оказалась втянута благодаря одному кремлевскому безумцу, в итоге, по результатам профессиональной деятельности вашей армии и самоотверженного противостояния вашего народа агрессии, это дало невероятный социальный лифт всему вашему государству и всему вашему обществу. Социальный статус сегодня Украины и год назад – это абсолютно две разных позиции. Общественный, политический статус. На сегодняшний день ваше государство, как локомотив, ворвалось в передовые страны цивилизованного западного мира. А хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, мы все хотим быть частью цивилизованного западного мира. Те, у кого есть на это шанс. А те, кто не имеют такого шанса, они начинают девальвировать ценности этого мира. Однако всем хочется жить безопасно, достойно, сыто, обеспеченно и свободно. Это данность. Тот человек, который будет это отрицать, он идиот. Это первое. Второе. Мне удивительно, что не все в украинском обществе сейчас осознали, а что, собственно, произошло в результате атак вашей армии беспилотниками российских аэродромов и других объектов в глубине Российской Федерации. Я думаю, что понимания этой ситуации нет в обществе. Я попытаюсь сейчас свою позицию разъяснить. Прошу вас. Ведь что произошло? Ваша армия, используя те средства поражения, которые были в ее наличии, насколько я понимаю, это были перепрофилированные беспилотники еще советского образца, то есть достаточно примитивные летательные аппараты. Есть и разные информации. Они были... В этой версии тоже существуют. Что-что? Есть и разные... Простите, я не слышал. Да, но вот такая тоже, конечно, существует. Что это старые советские... Я использую информацию из открытых источников, я всегда это подчеркиваю. Очень редко, когда у меня есть иная информация, и тогда я об этом специально говорю. Я беру ту информацию, которую я черпаю в открытых источниках. И это, кстати, между прочим, мне не кажется чем-то фантастическим. Я думаю, что это очень близко к действительности. В любом случае, то, что было использовано, это были использованы ваши средства поражения российских целей. И вы таким образом транслировали Соединенным Штатам, вашим главным союзникам, следующий посыл. Либо вы предоставите нам те средства, которые нам необходимы для ведения боевых действий на фронте, и те средства огневого поражения, которые покрывают радиус 300 километров. То, о чем вы просите давно, и то, что пипеточным образом вам предоставляется в час по чайной ложке. Либо вы нам это предоставите в достаточном объеме. Либо, используя наши украинские средства огневого поражения, мы будем наносить такое поражение по глубоким тылам Российской Федерации. Выбирайте, что вам предпочтительно. Вот это главная информационная, так сказать, трансляция вашим американским союзникам. И результат, я думаю, мы будем наблюдать в течение ближайших дней. Я правильно понимаю, что, по сути, контекст следующий. Вот смотрите, вы нам не предоставили то, что мы просили и просим до сих пор. У нас есть собственные разработки. Вот результат, вот реакция России. Чего вы боитесь? Совершенно верно, да. То есть, если вы не предоставите нам в необходимом объеме то, что мы просили у вас, тогда мы будем, используя свои собственные средства, повышать градус противостояния, так сказать, наращивать эскалацию конфликта. А Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, потому что они действительно боятся, чтобы этот широкомасштабный военный конфликт не перерос в Третью мировую войну. Все этого боятся, не только американцы. И мы в Израиле этого боимся. Мы не хотим, чтобы это произошло. А для того, чтобы это не произошло, у вас должны быть танки, у вас должна быть полевая артиллерия, у вас должны быть ракетные средства поражения. 300 километров – это тот радиус действия, который позволит вам решить все военные вопросы, связанные с вашей оккупацией. Григорий, насколько большие трудности для россиян создают вот эти удары, таким вооружением украинским, и в Крыму, и на территории Российской Федерации? Ну, во-первых, это абсолютно две разные сферы. То, что происходит в Крыму, это вопрос абсолютно военного контекста. Вы должны там вести боевые действия для деоккупации вашей территории – это военный вопрос. То, что происходит на территории Российской Федерации, зачастую это вне рамок понятия военного вопроса, это приобретает уже политический аспект, очень такой далеко идущий, и пропагандистский, и так далее, и так далее. Но если мы исключительно на военной стороне дело сконцентрируемся, то мы, во-первых, какой вывод делаем из того, что произошло? Что у российской стороны отсутствуют системы ПВО. То есть важный стратегический объект был не прикрыт никаким образом. И тогда возникает вопрос, а может быть, никакие объекты в Российской Федерации не прикрыты ПВО? Может быть, у них только субъекты прикрыты? Вернее, один субъект. Может быть, это единственное, что может российское ПВО сегодня защитить? Может быть, это единственное, что важно? Субъект, который сидит в Кремле. Может, это единственная ценность режима? А может быть, не надо было снимать системы С-300, С-400, снесение боевого дежурства, для чего они и разрабатывались, и не переносить их на ваш фронт для того, чтобы терроризировать ваши мирные города? Может быть, если бы они этого не сделали, и была бы налажена система ПВО, иначе боевое дежурство неслось бы более исправно. Система ПВО — это сложнейший, комплексный механизм. Если его вот так раздергать на элементы, его потом воссоздать заново очень тяжело, если он вообще изначально работал, как положено. Тоже большой вопрос. Потому что, вы знаете, войска ПВО — это вам не штурмовая пехота, которую можно из бывших зэков наформировать и бросить их, как пушечное мясо, на штыки. Система ПВО — это сложнейший армейский механизм. Может быть, наиболее сложный с точки зрения координации мультидисциплинарных армейских специальностей. Это и ракетчики, и связисты, и локационные войска. Это все работает в тесном взаимодействии. Это наивысшее воплощение технологий современных. Система ПВО — эффективная. Та, которая помогает, а не та, которая для галочки. КОНЕЦ